Влиять на проявление сухой сибореи может все что угодно. Что такое сухая сиборея? Сухая сиборея это генномодифицированное заболевание, то есть заболевание, у которого масса причин. Может реализоваться, может не реализоваться за всю жизнь. То есть предрасположенность есть у многих, но у кого-то она проявляется, у кого-то нет. В моей практике был случай, когда 90-летний дедушка, у него впервые диагностировали псориаз. На фоне стресса он похоронил свою любимую бабушку, и у него проявились высыпания. Если бы дедушка не дожил до 90 лет, он бы понятия не имел о том, что у него есть вообще предрасположенность к псориазу. Поэтому многие когда приходят, а мы спрашиваем, есть ли в роду у кого-нибудь укромных родственников, все говорят, ну нет, нет, конечно, поэтому мы не знаем нашего третьего колена, четвертого колена и так далее, и так далее. Поэтому к тому же заболеванию относится и сухая сиборея. Это генномодифицированное заболевание, то есть предрасположенность. Влиять на проявление сухой сибореи может все, что угодно. Это и обострение хронического заболевания, и острое вирусное заболевание, и общий наркоз в том числе. Ну, на самом деле, все, что угодно. Чаще всего именно сиборея, в принципе, хоть сухая, хоть жирная, ассоциируется с грибом, с малосезием, который у нас живет на коже. Мы все нестерильны, у нас живут сапрофиты, грибы и так далее, и так далее. Чаще всего вот сиборея ассоциируется с этим грибом, с малосезией. И, скажем так, как он проявляет? Если мы видим обильное шелушение, тогда мы назначаем антимикотики, и иногда даже есть необходимость назначить их системно. То есть не только шампуни, спреи, лосьоны. Иногда даже требуется системная терапия, то есть таблетки на определенный период времени. Если говорить о, скажем так, обычных шампунях, которые в масс-маркетах, аптеках, не все хорошо работают именно на сиборею, но отшелушивают практически все. То есть, опять-таки, нужно понимать, что мы хотим сделать, либо успокоить кожу, потому что чаще всего сиборея сопровождается очень интенсивным зудом. Так вот, если мы хотим успокоить, отшелушить и, скажем так, в принципе, привести вперед ремиссии, то на это понадобится не один день, длительное время, и нужно будет, ну, как минимум два средства использовать. План лечения сухой сибореи. Для начала мы проводим трихоскопию. Мы смотрим непосредственно на луковицу, на фолликул, что в нем есть. Если мы видим грипп, да, что он распространен, тогда мы отправляем в лабораторию на обследование для того, чтобы высеяли. Если мы гриба не видим, тогда мы все равно профилактически отправляем в лабораторию, для того, чтобы, возможно, мы именно в этой зоне не увидели гриба, но, возможно, он есть. Мы отправляем в лабораторию, но при этом мы дополнительно исследуем кровь. То есть, иногда сиборинодерматит является как аллергодерматозом, иногда это является как проявлением аллергии на что-либо. Так вот, в этом будет принципиальная разница лечения. Если есть грипп, будет назначаться одно лечение. Если гриба нет, это аллергодерматоз, тогда будет принципиально другое лечение. То есть, все настолько индивидуально. Если человек постоянно живет в стрессах, то там вообще нельзя говорить о периоде ремиссии. Сухая сиборея действительно является генетически обусловленным заболеванием, но период ремиссии можно продлить. Это можно сделать и с ветотерапией, и различными наружными средствами, но на самом деле его можно удлинить. И это все будет зависеть только от человека, как он будет правильно следовать всем указаниям доктора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова